Самое старинное и, пожалуй, самое простое – платья до военного времени. Именно в таких выходили замуж в 1940 году. А вот 1979 год. Как видите, в образ невесты здесь добавили фату. Эту выставку посвятили юбилею органов ЗАГС. Всего здесь представлено 16 экспонатов. Мы, как могли, собирали платья, которые сопровождали наших невест в течение вот этого столетия. Самое старое, по возрасту платья 1940 год, самое праздничное, но самое простое. То есть, насколько все-таки желание людей выйти замуж или жениться, оно велико. И создавали семью, неважно, вообще независимо от финансового состояния. Не было денег на платье, все равно замуж выходили. К столетию органов ЗАГС России готовились за несколько месяцев. В зале торжеств одного из развлекательных комплексов Саратова собрались сотрудники районных отделов, а также почетные гости. Всего около ста человек. Работников ЗАГСа наградили почетными грамотами. Конечно, этот процесс очень волнительный, потому что мы создаем семью, основу нашего государства. Мне запомнилось, регистрировались две сестры и два няшки. Регистрировались два брата, регистрировались два няшки. И когда начинала работать, у меня был жених 84 лет, а невеста была 60-летняя. В сентябре этого года в Аткарске состоялся первый парад невест. 18 девушек прошли по главной улице города. Сегодня, в честь юбилея, невесты приехали к нам в Саратов. Мы волнуемся, переживаем, прям как на свадьбе. Участницы шествия девушки, вступившие в брак, пользуясь случаем, дали совет тем, кто еще не замужем. Не спешить ни с выбором суженого, ни с выбором платья. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов, 24.